друзья мои я рада вас приветствовать на своем канале и в сегодняшнем коротеньком видео я предлагаю вам связать повязку на голову вяжется такое изделие очень быстро буквально за два часа очень просто ну и конечно такой головной убор не заменим сейчас связи с наступлением осени первые похолодания подойдет для такого изделия пряжа ну наверное не могу сказать что абсолютно любая но главное чтобы она была не колючая в меру теплая и сюда подойдут даже остатки пряжи ну давайте приступать как берем в работу толстую объемную пряжу или вот как у меня например остатки тонкой пряжи я взяла в несколько нитей буду вязать и толстой спицы у меня спицы диаметром 7 миллиметров определяемся шириной нашего изделия тут все зависит исключительно от ваших предпочтений а также от толщины вашей пряжи и набираем нужное количество петель я наберу 15 петель обычным традиционным способом не стягивайте край изделия набирайте петли свободно набрали 15 петель далее мы будем вязать платочной вязкой на нужную вам высоту определитесь также с обхватом головы но в процессе вязания когда уже вы поймете что ваше изделие подходит к завершению просто будете примерять по голове и смотрите чтобы эта повязка была не очень такая свободная но не сильно стягивала конечно же и так вяжем платочной вязкой рекомендую для того чтобы край платочной вязки выглядел аккуратно такой вот зубчатый край эффектный получился кромочные у платочной вязки вязать таким образом первую кромочную мы снимаем как лицевую за переднюю стеночку вот так вот сняли не провязываем далее вяжем все петли лицевыми я петли лицевые вижу за переднюю стенку и последнюю кромочную петлю в платочной вязки провязываем лицевой за переднюю стенку поворачиваем вязание и в следующем ряду точно также первую кромочную снимаем как лицевую за переднюю стеночку не провязывая все петли лицевые последнюю кромочную провязываем лицевой за переднюю стенку и вот таким вот образом мы вяжем на нужную нам высоту вяжем повязку нужной нам длины провязав последний ряд закрываем петли традиционным способом вот я закрыла петли и оставила небольшой хвостик для того чтобы потом сшить края полоски сейчас ширина моей полоски составляет 11 сантиметров в длину 49 но учитываем до что платочная вязка очень хорошо растягивается и теперь мы будем сшивать края изделия если вы также как и я вяжете в несколько сложений нити то не обязательно сшивать всеми можно взять только несколько и сшивать будем при помощи иглы платочная вязка это двухсторонний узор поэтому в данном случае не важно как мы положим ее но если вы вяжете из какого-то другого узора то сейчас вам нужно положить вашу полоску вот эту вот будущую повязку так изнаночной стороной вот вверх лицевой вниз изнаночный вверх и теперь смотрите каждый край мы должны вот так вот сложить пополам вот так в данном случае у меня хвостик нити расположен вверху слева вверху слева здесь сложили пополам и здесь сложили пополам вот так вот и теперь просто вот таким образом совмещаем края полоски вот еще раз видите вот так вот сложили пополам и одну в другую поместили вот таким вот зигзагом вот так совместили все аккуратно чтоб все было симметрично и теперь при помощи иглы просто насквозь прошиваем захватывая все эти вот петли наборного края у нас и петли закрытия насквозь старая захватывать все вот эти вот все четыре половинки начала и конца полосочки каким шумом вы это будете делать не имеет никакого значения главное чтобы все было сшито я обычно прохожусь сначала в эту сторону потом обратно все прошила спрятала хвостик нити и теперь просто выворачиваем нашу полоску и получаем такую вот красоту согласитесь друзья мои очень быстро вяжется такое изделие очень просто справиться новичок ребенок то есть ну вот совершенно самое простейшее изделие как раз вот сейчас на межсезонье в связи с похолоданием незаменимая вещь надеюсь этот мастер-класс для вас был понятен и полезен вяжите с удовольствием и до новых встреч всем пока пока